Два-три года, наверное. Мы живем вот рядом в Мадлене. Казалось бы, нам это не нужно. Но мы же ходим по зимфекалиям. Это грязь разносится. Все ходят вот так на цыпочках. Вчера вообще здесь плавало все. Засорение канализационной системы из малосемейного общежития привело к затоплению нечистотами тротуаров и ирригационной системы. Звонки местных жителей в коммунальные службы никакого результата не дали. Звонили в канализацию 32-35-98. Я лично звонила два дня назад. Никто не приехал. Они мне сказали, что надо ставить какие-то фильтры, то ли сетки, то ли что-то наподобие. Никто за эти два дня, никто не приехал. Звонили еще, в Акимат звонила. Мне дали Акимат. Звонила 53-00-15. Наверное. Потому что мне сказали, что я вам дам номер телефона областного Акимата. Мне дали номер телефона областного Акимата. Я звонила туда, трубку никто не взял. И дети тут плещутся, и люди ходят. Это же все разносится. Вся холера по домам нашим. Хотела в санэпидстанцию. Потом думаю, нет, наверное. Потому что бесполезно. Сколько они звонят, бесполезно. Лишь после того, как корреспонденты телеканала ОТРР выехали на место, многолетняя проблема сдвинулась с мертвой точки. На помощь жителям, утопающим в канализационной жиже, пришли сотрудники водоканала. Хотя специалисты ТУО «Водные ресурсы маркетинг» не должны этим заниматься. Сети являются собственностью жителей. Подобных фактов по городу немало. К нам ежедневно поступают не менее 10 подобных звонков. К нашему хозяйству канализационная система не относится, так как сети являются собственностью домовладельцев. То есть ответственность несут сами жители. Зачастую подобные засоры в системе происходят по халатности самих граждан. Они спускают в канализацию все, что угодно. Коммунальщики призывают горожан бережно относиться к коммунальной инфраструктуре.